Сторожевой бойцовый кот нападает на людей, защищая квартиру Плюшкина. Звучит смешно, но на самом деле это лишь одна из множества проблем, которые обрушились на жителей именно квартирного дома на автозаводе. Их сосед, 34-летний Антон Пономарев, полностью забил свою квартиру мусором с помоек. Дверь даже не открывается. Есть небольшая щелка, через которую и выглядывает этот самый кот. Этот кот лезет у него. Диковатый он. Когда я по нему подходил сюда... Вы его не подкармливаете с соседями? Соседи подкармливают иногда. Его выпускает хозяин? Нет, не выпускает. А как подкармливаете? А, ну, по-моему, дверь открыта же вот так вот. А, крича! Чего ты, х**, проходите? Вот такой же и хозяин. Иди за него! Вот такой же и хозяин. Иди отсюда, иди. Ай-яй-яй-яй! Клеса! Ты забирайся! Да-да, забирайся! Клеса! Забирайся! Давай! Клеса! 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 Что-то можно. А, бутыл? Мешает. Вот, куча мусора. Я лучше не прокомментировать не смогу. Вот тут так видно. Горы мусора. И органический, и бытовой. Ну, у вас комната полчаса захламлена. Кухни нет. У него даже нету санузла. Отсутствует. Полностью. А, куда он туалет ходит? А, вот это вот неизвестно куда. Ну, скорее всего, все это в квартире. Это все и запахи. Он ранее пил, выпивал часто. Вот, потом, не зная, что произошло с ним, начали появляться запахи и тому подобное. Мы вызывали полицию. Полиция приехала, посмотрела. Начали скрывать дверь, думаю, труп. Потому что запахи именно трупный был. Вот, тогда-тогда и узнали, что человек живет в таком состоянии. Человек молодой, 34 года. Ну, страшным образом, заросший весь. Грязный. С рюкзаком иногда в подъезде встречаемся, он что-то пробубнит. И все. Говорю, убирай мусора. Не знаю, уберу, беру, а сам ничего не убирает. Вот, посмотрите. Задолженность по ЖКХ. 512 тысяч 864 рубля. Это только за ЖКХ. Задолженность за электроэнергию. 48 тысяч 614 рублей. И вот, куда сможет вас ЖЭК и все остальные, я не понимаю до сих пор. Почему они не реагируют, задолженность огромная? С Роспотребного обзора обращались. Обращались и в полицию везде. И в администрацию города, и района. Ну, а у них одна отписка. Якобы у него все в квартире нормально, никаких он законов не нарушает. Он вообще-то является собственником и тому подобное. Приходили и соцзащиты, сотрудницы две. Как вы там живете-то? Я живу, я живу острый. Я уехал туда, чтобы детей не родить. Понятно. У вас дети есть, да? Трое человек. Ага. А вот мусор-то как быть дома-то вносить, чтобы вам не мешало? Вы не хотите? Да, понимаете, я не могу. Ну, может, соседи помогут, они заинтересованы. Не надо соседей. Не надо соседей. Нет, я вношу тихонечку. А вы на что живете, естественно, у вас? Какие для существования? Нет. Нет, есть. Более, то есть. Есть, очень безопасный. Помогает нам, да? У вас денег нет, да? Мы деньги все вводим на детей. На детей. Он отказывается, в принципе, от какой-либо помощи. Ну, по основу, то, что у него есть жена, есть тесть, якобы. Дети есть, на самом деле у него ни жены, ни детей, никого нет. То есть вот человек, он не нужен никому, он предоставлен сам себе. Он портит жизнь другим, может быть, не желая этого, кто-то не хочет. Большую часть времени Антон Пономарев проводит где-то на улице. Домой заходит, только чтобы принести найденное. В районной администрации заявляют, что никаких мер предпринять не могут, так как квартира не муниципальная, а находится в частной собственности. Другие органы пытаются что-то сделать, но не могут. Наша задача, в первую очередь, помочь гражданину, не соседям. Это если они допустили ситуацию до чего-то, это их проблема. Они что, не видели, что он раньше такой был? Видели? Но почему-то это оставалось из-за предпринятий. А вот уже когда через край начинают во все инстанции, во все колокола звенеть. Поступила заявка, выехали на место, сначала не застали его, потом все-таки один раз в заведующей срочке удалось его поймать. Что успели, спросили. От чего-то он сразу отказался, о чем-то вообще разговаривать не смог. Вел себя агрессивно. Самый сложный вариант, когда человек не принимает помощь. Мы готовы помогать, а как? Жители к нам обращались принять к ним соответствующие меры к этому. Но, к сожалению, у управляющей компании никаких полномочий к собственникам жилых помещений нет. Мы готовы даже были провести там санобработку в этой квартире. Но он доступ не предоставляет. Мы, соответственно, написали письмо во все инстанции и неоднократно обращались. Это и в администрацию района, это и в отдел полиции мы писали, и в РОСА за счет прав потребителей писали, чтобы они приняли какие-то соответствующие меры. К сожалению, никаких мер не было принято. Вот в письме в полицию мы просили и помощи в розыске родственников. По информации от соседа у него есть брат и есть сестра, но их местонахождение нам установить не удалось. Кстати, у Антона Пономарева нет даже никаких документов. Все сгорело во время пожара, который он устроил в своей квартире. Сейчас коммунальные организации готовят заявление в суд. И, возможно, учитывая многочисленные долги, через суд удастся добиться его выселения. Но вот сколько времени уйдет на все это и вообще удастся ли это осуществить, это прогнозировать сложно.